Ну что, у нас сегодня занятие, изначально оно было посвящено эмоциональному выгоранию, но мы решили, что мы уже про эмоциональное говорили, во-первых, не только мы, про эмоциональное выгорание не говорил только ленивый, это во-первых. Во-вторых, мы не ленивые, и у нас уже очень много сказано про эмоциональное выгорание, мы вам пришлем ссылочки, более того, есть целое развернутое огромное занятие как раз Елены Куликовой на тему эмоционального выгорания в волонтерской системе. Как выстроить систему, чтобы она предотвращала выгорание волонтеров. Поэтому сегодня мы решили, что это будет встреча не про волонтеров, а лично про вас, что, конечно, всегда очень волнительно, иногда хочется избежать. Вот мы обсуждали в аксиомах, что волонтер только тоже человек. Я скажу некую ересь, которая звучит так, организатор и руководитель тоже человек. Все ли со мной согласны? Мне кажется, здесь вообще просто… Если есть возможность с тобой соглашаться, находясь в том послании… Нет, все ли со мной согласны? Не согласны. Не согласны, что руководитель и организатор – он тоже человек. То есть вы можете вовремя остановиться, что-то не сделать. Да, то есть вы тоже люди, да, 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 да. Вы можете ошибаться. Вы можете просить о помощи. Ну, значит, хорошо, значит, все согласны. Вот сейчас мы будем… А сейчас мы с вами это и проверим. Это некоторый тест, который говорит о том, что себя хорошо бы понимать и свои особенности хорошо бы учитывать, а не бороться с ними, потому что все равно особо толку от этого не будет. Лучше учитывать и всех предупреждать. Итак, внимание. Я буду составлять заранее план посещения или мероприятия. А. Да, мне так спокойней. Б. Да, но это сложно. В. Не буду, но буду тревожиться. И Г. Не буду, мне проще без плана. Ну, вы себе прям помечаете. Если на посещение все прошло не так, как предполагалось. А. Я растеряюсь. Б. Я заторможу. В. Я буду действовать быстрее. Г. Я мобилизуюсь, напрягусь и… Если я накануне мероприятия не знаю, кто из волонтеров будет, я запаникую. Б. Раздражаться буду. В. Не обращу внимания. Мне проще написать отчет, чем сходить с волонтерами в кафе. Да, мне проще написать отчет, чем идти с ними в кафе. Нет, лучше я пойду в кафе, только не отчет. Давайте и Г. Мне сложный то и другой. Да, обязательно. Г. Мне сложный то и другой, иначе я не знаю, по букву ставить. А можно Д? А можно Д вариант, что и тот, и тот, и другой вариант устраивает? А. И то, и другое просто. Прекрасно. Проявление сильных чувств у подопечных, у волонтеров, у меня вообще... У профессионала и вообще. Меня, а, напрягают, б, пугают, в, мне все равно, и, г, я подзаряжаюсь, у меня появляется энергия. А если каждый раз по-разному? Наиболее... Что чаще? Прекрасная ситуация. Да, если волонтер сел отдельно и не включается в процесс, а, вы будете предлагать ему деятельность, б, вы будете за ним посматривать, на него посматривать, и, в, вы не будете обращать на него внимания, пусть делает, что хочет. Три, минимум, пять максимум вещей, которые вас могут выбить из колеи, ну, соответственно, вашей деятельности волонтерской. Вот вы знаете, что вот в этот момент, если это с вами сделать, вы потеряете опору. Отлично. Если это произойдет при вас. Ваши личные границы, что допустимо и недопустимо по отношению к вам или в вашем присутствии, что вы будете останавливать, если будет такая возможность, и что вы примете совершенно без всяких вопросов. То есть, десятка, я принимаюсь, мне это нормально, единица, хорошо бы, чтобы вообще этого в моей жизни не было. Обнимашки. От одного до десяти. Похлопывание по плечу. От одного до десяти. Прикосновения. Ирония в ваш адрес. Агрессия, проявленная в ваш адрес. Обвинение. Неряшливость. Рядом с вами. Рядом с вами. Сильный, ну, скорее всего, неприятный запах. Громкие звуки или крик рядом с вами. От одного до десяти. Да, от одного до десяти. Большая активность человека рядом с вами, волонтера. Когда на вас повышают голос. Да. И когда рядом с вами, волонтер или коллега пассивен. Дальше. От одного до десяти. Нецензурная лексика. Мат в вашем присутствии. Закрытость, холодность людей, которые у вас окружают. Персоналы или подопечные волонтеры. Напористость. Рядом с вами или по отношению. Капризы и жалобы на жизнь. Болтливость. Рядом с вами человек, который болтает. Непрестанно. Веселье. Человек, который все время на позитиве или все время шутит, все время веселится. От одного до десяти, пожалуйста. Грубость. Рядом с вами люди грубые. Может быть с вами, может быть друг с другом, может быть просто грубые. Слезы. Как вы реагируете на слезы? Занудство. Коллега, подопечный, волонтер, руководитель Зануда. Как вам это? От одного до десяти? Здравствуйте. Комплименты, благодарности. Ваш адрес прям вот захвалили, заценили. Сил больше нет. Ну ладно, это у тебя сил больше нет. Может кто-то нормально от одного до десяти? Может быть. Когда о вас заботятся? Проявляют заботу лично о вас. Насколько вам это приемлемо от одного до десяти? Именно на рабочем месте. На рабочем месте, да. В этой ситуации, да. На рабочем месте. Если персоналы или волонтеры или подопечные проявляют к вам сочувствие? Насколько это допустимо, насколько это… Переносимово. Не нарушает. И, пожалуйста, минимум три пункта, да. Вот то, что здесь сюда не вошло или то, что сюда вошло, но вас вот наиболее напрягает, и вы не хотите по отношению к вам или в вашем присутствии, чтобы было. Ваши личные границы. С вами так нельзя. Как с вами нельзя? От трех до пяти пунктов, пожалуйста, запомните. Что вы предпочитаете в работе, да? Единицы у нас предпочитаю, это интересно или легко, то есть вы скорее будете делать это. Последнее, тринадцатое, это, вон, там двенадцать все-таки. Если бы моя воля, я бы это никогда не делала. Организовывать большие мероприятия. Говорить тет-а-тет по душам. Делать что-то своими руками. Веселиться в компании друзей. Что для вас самое простое и интересное? Что вы бы предпочитаете делать? И что по остаточному принципу вы бы не хотели делать? А, понятно. Создавать вокруг красоту и уют. Заводить движуху. Разговаривать о чем-то важном, о главном. Смотреть, как действуют другие. Дарить подарки. Достигать сложных целей. Молчать вместе. Преодолевать препятствия. Что для вас наиболее предпочитаемое? Что на втором месте? Что на последнем? Здесь нужно много времени. Я туда не вписала делать отчеты. Но как бы подразумеваю, что это такое. По идее, это должно быть на последнем у всех. Но, может быть, это не... Может быть, и по нам с тобой. Раз, отчеты, это прям... Так, пожалуйста. Ваша метафора на себя. На кого вы похожи как координатор или организатор волонтерства? Если вас представить животным или персонажем из мультфильма, или персонажем из книги. Кто вы? Ой, у нас столько вариантов за всем. Больше всего мне заполнилась Жанна Дар. Она была абсолютно права. Она была права, но она уже координатор шесть лет или пять. Да. И пока не сгорела. И что вам важнее, результат или процесс? Если результат, то в чем для вас заключается результат вашей деятельности сейчас? Что вы ощущаете, как получилось, результат есть? Если что-то важнее, чем результат, то что именно? Сейчас как раз будет возможность поделиться в парах. Кто я как координатор? Представьте себе, что вы говорите своим волонтерам, тем, с кем вы работаете. Презентуйте себе. Презентуйте себе, чтобы люди понимали, с кем вы имеете дело. Значит, три минуты в одну сторону и три минуты в другую сторону. Кому важно, кто что-то для себя понял про себя или вообще про работу, особенности координатора, которые влияют на работу, поделитесь, пожалуйста. Кому что-то было интересно, важно, кто что-то понял. Я поделюсь. Мы с Татьяной пришли к выводу, что мы обычно перед мероприятием, когда мы общаемся с волонтерами, мы больше заботимся о наших подопечных. И совершенно не говорим какие-то вещи, которые касаются нас лично. И в этом плане это очень интересный опыт. Да, понимать, ну быть готовым даже дать ответ по этому поводу. Да. А если говорить, то что бы хотелось сказать в первую очередь про себя? Вот о чем ты тут сидишь? Наверное, сказать все как есть, какие-то свои границы, к чему ты очень рад, и что тебя сильно расстраивает. Чтобы все, ну, по крайней мере, я думаю, может быть не про каждого, хотя интересно даже сделать такую встречу для всех волонтеров, чтобы каждый поделился. Но если уж я организатор, то точно люди рядом со мной должны знать такие вещи. Да. Которые почему-то мы, правда, опускаем, как будто это за скобами. Ну, как неважно, или как само собой разумеющийся, как данность. Спасибо, Ален. А Юля? Я поняла вот в ходе беседы, насколько все-таки, да, мы координаторы, мало иногда раскрываемся перед самими волонтерами, с которыми мы работаем. Я, например, в своей работе очень стремлюсь понять волонтеров, что ими движет, какие у них мотивы, особенности. Мы разговариваем, мы вот общаемся, проводим какие-то игры на знакомство. Но о себе я стараюсь говорить меньше, по крайней мере, о тех-то своих, вот о том, что мне не нравится. Я часто говорю о том, что мне доставляет удовольствие в работе, вот о том, что мне не нравится. Я стараюсь оставлять со скобками, ну, чтобы, может быть, не привносить какой-то лишний негатив. Не знаю, вообще нет. Я даже не знаю, насколько это оправдано. Просто я, ну, по своему опыту волонтерства вспоминаю, что меня иногда очень раздражали координаторы. Их у меня было много в моей жизни, я в разных группах была. Меня раздражали реально координаторы, которые честно говорили, что им не нравится. Вот, которые заявляли, что вот мне не нравится, а там меня трогают. Мне не нравится, а там меня еще что-то. Я думаю, блин, ты координируешь, молчи. У меня реально были такие мысли. И я перекладываю этот опыт уже на себя ординатора. Я понимаю, что у волонтеров тоже могут быть такие мысли, если я начну качать свои права. А вы говорили, что да-да-да, организатор тоже человек. Да не тоже человек. Организатор тоже человек, но он сам это понимает. А, он человек для себя, а окружающие должны об этом не догадываться. Да. О. Как бы люди. Но есть люди там, чьи границы можно, нужно учитывать, это подопечные. Есть те границы, чьи можно учитывать, это волонтеры. А организатор – это такой человек, который, ну вот, мало ли, что тебе не нравится, когда тебя прикасают. Да, потому что я для себя, прости, да, я для себя вывела эту формулу просто потому, что мне координатору денег платил за мою работу. Это работа. А подопечные волонтеры… Принято. 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 Это очень важно. Очень важно. Принято. А организатор – не человек, он на работе. Ну, нет, он человек, но он должен еще и, ну, об себе, ну, это мое мнение, предъявлять дополнительные требования, потому что он ограничен еще и трудовым конусом. А. Поэтому, да. Поэтому вот так. Классно. Спасибо, Юля. Очень понятная позиция. Да. Тогда идем дальше. Изначально, да, вот мы говорили, что тема выгорания, она весьма популярна, но нам давно уже кажется, что это просто такая… Контейнер такой, в который все летит. Не скажем слово, Павлика. Нет, конечно. Туда пихается все, что только можно. И… Сердак. Сердак. Туда называется выгорание, и туда складывается вообще все, что мешает работать и чувствовать себя хорошо. Собственно говоря, именно о выгорании мы сегодня говорить не будем. Еще раз повторяю, мы вам дадим ссылочки, и вы его можете прослушать. Послушать все, что мы говорили о выгорании. Да, и системное, и философское, и терапевтическое, и со всех сторон. Мы сегодня будем говорить о невыгорании, о ягорании, о мыгорании, о всем, что связано с нашей деятельностью и приводит к таким неприятным ощущениям, собственно говоря, которые могут приниматься за выгорание. Пожалуйста, держите на готове ваши бумажечки или айфончики, потому что у нас есть такие работы для себя. Напишите, пожалуйста, ваши обязанности в течение недели, ваши должностные, функциональные, что вы должны сделать. Да, ой, простите, да, вот это вот список того, что мы сейчас разберем, как то, что влияет на выгорание. И самая простая вещь, да, это просто усталость, переутомление. Чем оно отличается, что если вы отдохнете или снизите нагрузку, оно пройдет. Давайте немножечко посмотрим на вашу нагрузку. Напишите, пожалуйста, ваши обязанности в течение недели, что вы должны сделать. Простите, обязанности нужно писать мои координаторы? Как координатора, конечно, как координатора. Как координатора, как организатора. Неважно, сделаете это все на неделе, нет, все, что вы должны, все, что над вами висит. Все, что по вашему предположению или по предположению вашего руководства, или по предположению ваших волонтеров, вы должны сделать в течение недели, как координатор, как организатор. Так, кто написал обязанности, пожалуйста, проставьте, сколько времени требуется на выполнение этого дела. Напротив каждого дела, сколько времени требуется на его выполнение. Ну, так, нормально, чтобы сделать. И сколько у вас уходит, а сколько вообще времени нужно на это дело, чтобы его нормально сделать вам. С вашими особенностями. А вот если есть обязанности, кроме обязанностей координатора, но тоже в рамках фонда это учитываете? В рамках фонда, да. Да, в рамках вашей организации. В рамках организации, да, правильно, корректно. Когда посчитаете, напишите, пожалуйста, в чат цифру, сколько часов в неделю предполагается вы должны потратить, чтобы сделать ваше, выполнить ваши обязанности в организации. Напротив каждого дела поставить время, потом суммировать и итоговую цифру написать в чат. Да, Ален, можно спрашивать, если вопрос, можно прямо спрашивать. Да, вопрос, ага. Я просто из-за того, что придумываю мероприятие, да, придумываю сценарий, у меня на это уходит неделя. Ну, грубо говоря, я не могу посчитать, сколько времени, да, потому что я, как придумываю тему, я нахожусь в процессе придумывания. Ну, вот, мне кажется, Инна права, плюс 30% добавить. Да. Лидия, я-то написала, ну, я про себя имела в виду, что, как бы, рассчитываешь вот так вот, а потом уже все равно что-то там, какие-то отягчающие обстоятельства. Да, 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 да. Сейчас мы без форс-мажоров берем такую нагрузку без форс-мажоров. Вот. В идеале берем? Как бы, по определению, не в идеале, а сколько вот в нормальной без форс-мажорной деятельности вы должны сделать за неделю, как бы вам вменено или вы себе вменили, и сколько в нормальном без форс-мажорном течении жизни на это уйдет время. Понятно, что при форс-мажоре вы какое-то дело сделаете за час, а так бы вы сделали за три, да. Ну, вот, как бы, определяем некоторую вашу ставку, трудовую нагрузку рабочую. Мы еще работаем на своих основных работах. Да, вы тоже работаете по лицу. Это основная работа, но многие работают еще и на своих основных работах. Когда речь идет о бизнесе, человеку, который явно перерабатывает… Кстати, поставьте плюсик, кто понял, что вы про себя, что все-таки некоторая переработка сверх сил есть, и некоторая возможность переутомления вполне себе присутствует. Да, 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 прекрасно, плюсики. Вот когда человек в бизнесе явно перерабатывает, когда его хотят остановить, что ему говорят? Жолотой человек отдохнуть тебе надо. Мне кажется, в бизнесе наоборот так не говорят. Примерно. А вот как говорят, чтобы притормозить? Я не знаю, мне в чем-то кажется, что на самом деле в бизнесе, наоборот, не так следят за тем. Как бы не очень нежные друзья человека, которые работают на заработок, и не очень нежные друзья видят, что он вот прям, ну, перерабатывает. Тогда надо взять отгон. Я вот сама много раз слышала, не знаю, вы слышали это, всех денег не заработаешь. То есть предполагается, что человек вкалывает, ну, чтобы зарабатывать. И, ну, хватит вкалывать, всех денег не заработаешь. Теперь вопрос. Нам нельзя сказать, что всех денег не заработаешь. Это не наша ситуация. Нельзя сказать, что мы вкалываем для заработка денег. Вопрос. А ради чего в вашей организации можно или нужно работать сверх сил? Не для того, чтобы заработать все деньги, а вот как для вашей организации, для вашей миссии. Как это звучит, гласно или не гласно, или лично для вас? Ну, я ещё сделаю это дело ради того, что, а иначе, иначе что? Вот ради чего вы перерабатываете сверх своих сил. Вот в пределе. У меня это бывает, когда есть какое-то мероприятие очень большое, масштабное, требующее долгой подготовки, которое председует какую-то большую цель. Или, я понимаю, даст хороший какой-то значимый результат. Но я понимаю, что, да, это, наверное, у многих предновогодняя такая прям активность, потому что там сразу всё и много. Вот. Ну, обычно такие... Как можно себя остановить, если перефразировать «всех денег не заработаешь»? Как можно себя какую-нибудь фразу для остановки, чтобы вот, ну, где-то же есть предел? Ну, вот в этой ситуации никак. А во всех остальных, ну, всегда... А идеально не сделаешь, не работает? Всего не учтёшь? Ну, у меня нет почему-то. У меня нет. Мне кажется, можно стремиться. Всего не учтёшь, но можно стремиться. Да-да-да, но стремиться надо, и поэтому, когда есть что-то масштабное, так надо максимально приблизиться к идеалу. Евгений, то есть ради того, чтобы сделать идеальное мероприятие? Да-да, я знаю, что оно того стоило даже в том, как я себя буду чувствовать по достижении, я буду понять, слушай, ну вот стоило там умирать этот месяц, потому что... Ради того, чтобы сделать прямо... Замечательно, принято. Принято, принято. У кого ещё ради чего можно и нужно умирать? Ну, хочется свою работу сделать хорошо. Ну, ты так-то вкладываешься, чтобы, например, если организуешь, что-то для волонтёров, чтобы там футболки вовремя напечатали, чтобы там ещё как-то... А вот если чуть-чуть выше, это ради того, чтобы вы делаете, чтобы всё было сделано ради того, чтобы... Вот это хорошо ради того, чтобы... Чтобы другим было хорошо. Те, кто приходят к нашим подопечным... Ну, если мы берём волонтёров, да, чтобы... Они же приходят к нашим подопечным, дарят своё внимание и заботу. Мы как бы немножечко такие органи... А мы служба, которая... А мы немножко обслуживающие. А мы служба, которая заботится о волонтёрах в том числе. Немножко можно умереть, чтобы волонтёрам было хорошо. Принято. Но они же пришли отдавать, да, а мы им помогаем. Так, принято. Таня, очень понятно, да. Хорошо. Ну, реально, да, когда там ночи от сна отрываются, от еды, да. Ну, немножечко умереть, чтобы им, волонтёрам, было хорошо. Ну, конечно, хочется, чтобы. Хочется. Да, принято. У кого ещё ради кого, ради чего можно немножечко умереть? Если настоятель поставил задачу немножечко умереть. Да, принято. Ради послушания перед настоятелем можно даже и не немножечко умереть. Если знаешь, если знаешь, что это мероприятие, ну, имеет какой-то конец, например, перед подачей заявки на грант, ты работаешь круглосуточно. Ради гранта. Да, ну, знаешь, что 5-го числа всё закончится, вот, и можно чуть-чуть поумирать. Ради финансирования и в понятные сроки. Да, конечно. Ну, вот на самом деле, да, мне кажется, у тебя есть какая-то дата, это очень тебя как-то, я умираю до этой даты, а дальше я возрождалась. Можно умереть, зная, что дальше умирать, ну, то есть, можно, дальше не потребуется, зная, что это конечное. Да. Прекрасно. У меня вопрос про умирание не стоит. У меня моя семья оценивает, насколько я хорошо подготовилась к мероприятию количеством сумок, которые я везу туда. Так. Поэтому здесь я себе сама задаю вопрос, насколько я могу где-то отпустить свои ожидания, да, и положиться на то, как будет, а где-то не могу, да. Хочу, чтобы было всё красиво, тогда я две лишние сумки с собой беру на мероприятие. Два вопроса. Два вопроса. Вопрос номер один. Семья не ведёт подсчёт количества часов, которые вы провели не с ним? Нет. У них нету этого критерия? Нет. Нету. Какие прямо? Они что, ваши волонтёры, что ли? Да. Второй вопрос. Когда вы берёте больше сумок, чем обычного, или, в общем, ради чего? Ради чего всё это делается? Вот всю неделю сумок? Для удовлетворения собственных ожиданий. А ожидания чего? Вот чего хочется? Это делается ради того, чтобы получилось что? Ну, так, как я себе представляю, если я всё придумала. Ради воплощения своего некоторого сценария, да, ради режиссёра собственного, ну да, режиссёра собственности пректакля, чтобы это произведение, да, чтобы это произведение было соответственно. Да. Спасибо большое. И если у меня не получилось, тогда я понимаю, вот куда я могу расти, да. Тоже такой стимул. Ещё часик потратить. Оксана? Я бы сказала, что можно потрудиться больше, чем обычно, когда ты понимаешь, что это поможет тебе профессионально вырасти. А то есть ты увидишь свой профессиональный рост, и если есть действительно возможность себя показать. То есть бывает, бывает это есть возможность вот прямо здесь и прямо сейчас, надо её поймать. А бывает вот её нет. И бывает тоже в твоей жизни встречаются люди, вот, которым можно обратиться, и которые тебе также могут помочь, вот, реализовать какие-то твои идеи. И пока вот они есть, пока есть вот эта связь, надо действовать. А бывает время, когда ты не можешь найти такого человека, и ты вот как бы время простаиваешь. Но также я поняла, что инициатива, ну, я не говорю, что это там каждому координатору это подойдёт. Вот, например, по своему опыту я поняла, что инициатива, она немножко наказуема в плане того, что когда ты говоришь, что я сделаю вот это, там, кто это сделает, спрашивают. Я говорю, ну, там, вот мне интересно, вот это интересно, и это интересно. Я берусь, а потом получается так, что у нас же есть Оксана, надо ей предложить. Вот, и, в общем-то, как бы я сейчас понимаю, что надо, ну, как-то вот сосредоточиться на том, что я могу делать, и поменьше уже соглашаться на то, что предлагают. И даже не то, что предлагают, а уже иногда заставляют. Вот, и вот есть такой момент, и даже уже не понимают, а почему Оксана не может это сделать. Вот, ты же раньше и делала, а сейчас что? Почему Оксана раньше делала? Ну, Оксана же раньше это делала, почему сейчас не может? А почему Оксана раньше это делала? Потому что Оксана раньше про Ларю говорил, да, мне интересно, да, я это буду, я это буду. Ну, я тогда еще была тоже новым сотрудником, и мне хотелось показать себя, свои возможности. Увидели, оценили. Ну, есть такое, да, было такое. А сейчас я понимаю, что такой период, наверное, уже прошел, и все-таки есть какие-то границы, но эти границы... Они уже установлены как-то, уже как-то установлены. Да, я уже не знаю, как сказать. Вот уже как сказать, нет, иногда, и люди иногда обижаются. Все время работала, а тут сломалась. Есть такое, да, есть. Тоже очень понятно, да, чтобы оценили, чтобы уважали, чтобы поняли, чтобы приняли, а потом уже сложилась тенденция, и ее очень, ее надо как-то разворачивать. А можно ли дополнительную еще? А, ну ладно. Юля, нет, к сожалению. Увы. Галина, и пойдем дальше. Галина. Да, Галь. Бывает, особенно, когда большие мероприятия готовишь, ну, новогодние, да, ждут подопечные, ждут волонтеры, то есть вот эта вот встреча, особенно это тогда адресные поздравления, много адресов, всех обзвонить. и понимаешь, что делаешь это вот, ну, ради удовольствия и подопечных, и волонтеров. И без твоей работы, ну, этой встречи, этой радости не случится, и поэтому вот бывает, да. Чтобы подопечные были счастливы, чтобы подопечные были счастливы. Чтобы, да, и чтобы волонтеры были счастливы. И чтобы волонтеры были счастливы. Потому что видишь, что тоже у них большой отклик и радость, да, а ты понимаешь, что без тебя этого не случится. И готов там ночами сидеть, что-то там делать сверх-сверх. И здесь тогда, как бы, стоп будет, либо всех не осчастливишь. Ну, как бы, подожди, подожди, всех не осчастливишь. Ну, всех подопечных счастливыми не сделаешь. Хотя этот вопрос, может быть, можно всех осчастливить, я не знаю. Или другой стоп будет, что, ну, может быть, не по мешку счастья, а по три четверти мешка счастья каждому, да, вот такие. Ну, что-то я ему сделала, да. То есть либо всех не осчастливишь, либо осчастливишь всех, но он не по полной программе. Да, не в той мере, как человек себе это представляет, да. Или как вы себе это представляете. Да, или как человек это, да, ну, как бы подаришь, но он не столько, сколько человек ожидал. И это все реально работающие причины, которые запускают переработку, которые запускают переутомление, которые дальше могут выродиться и в эмоциональное выгорание. Следующее, что может приводить к выгоранию или являться, ну, запуском. Вы на этой фотографии на какого медвежонка похож? На правого или на левого? На правого. Так, еще кто как? На правого. Мне кажется, и так, и так. По-разному. Я в зависимости от ситуации. Когда я общаюсь с кем-то из руководства, кто помогает мне, то налево. А когда я в роли координатора, то налево, то направо. Это про баланс давать-принимать. Когда вы и в той, и в другой роли, да, это некоторая сбалансированность, и вы более устойчивы. Посмотрите, пожалуйста, для себя. Отметьте себе, скажите, когда вы в последний раз получали. Когда вы в последний раз получали одобрение, похвалу, уважение, заботу, личное внимание. И все в рамках вашей деятельности. Все в рамках вашей деятельности. Участие, сочувствие и помощь. Участие – это добрый совет, который помогает. Вообще, как-то поузнавать, да. Что-то разделить. Участие – это когда с тобой что-то разделяют. Вот, да, да. Какой-то твой вопрос. Не просто на тебя обратили внимание, но что-то вот сясть себе взяли. Сочувствие – это когда поддержали ваши чувства, да, или выразили, ну, когда вы эмоционально кого-то задели, кто-то к вам очень так расположившись, ну, жалко не восстало. Вот, и когда вы принимали, получали реальную помощь. Ну, прям ощутимую реальную помощь. И вот, пожалуйста, очень хочется, чтобы у Анны и у Евгения, чтобы обе эти стороны были. Чтобы вы не только давали, но и принимали. Если у вас явный перекос в сторону отдавать, то притормозитесь, посмотрите, чего происходит с вами, да. Посмотрите, где вы можете это получить. Посмотрите, почему вы это не делали, или как это можно сделать. Ещё замечательная вещь, которая ведется под выгорание, а на самом деле некоторая корпоративная этика. Но мы же хорошие. А ситуации, с которыми мы встречаемся, они очень эмоционально насыщенные. Иногда предельно. И понятно, что если мы полностью будем давать волю всем своим чувствам, то мы не сможем действовать как организация. Но у вас спрос, насколько у вас позволено. Можно, есть формы для неразрушительного выражения. Вообще принято в вашей организации. Например, злиться, но не на руководство, или там, не знаю, не на сторонних, а на коллег, на раб. Насколько это вообще можно сказать, как-то дать понять, что я злюсь, что надо что-то с этим делать. А сколько в вашей организации? Есть принято отказывать. Есть форма для отказа. Ольга, вы куда-то вылетели сейчас. Андрей, можешь дочитать? Значит, после отказа. Да. Бояться что-то делать. Можно ли вам бояться что-то делать? Или это нельзя? Можно ли расстраиваться в вашей организации? Можно ли привлекать к себе внимание? Лично. Можете бы сказать, а я? А мне? Можно ли громко смеяться? Скучать или находиться в таком депрессивном состоянии? Обижаться? Можно ли тревожиться? И принято ли у вас просить прощения? И примиряться? На самом деле здесь некоторый подвох, потому что если распространена скука, если у вас совершенно дозволено скучать и обижаться, а иногда даже и тревожиться, это как раз сигнализирует о некотором запрете прямого выражения чувств. Ну, скука чаще всего – это как раз остановленная агрессия. Ну, вам хочется чего-то другого, чем вы делаете, но это невозможно не сделать, не хотя бы дать понять. Вот, так же и обида. Просить прощения связано с тем, что, ну, правда, у нас ситуация предельная, и мы так или иначе испытываем чувство вины. И насколько в вашей организации с этим, ну, есть возможность нормально обращаться, да, насколько это естественно, спокойно, неунизительно принято попросить прощения или сказать, что я почувствовала себя виноватым, ну, вот, как бы, вот, там, признать свой вину. Насколько есть возможность с этим чувством обращаться, то, что говорится, экологично. Мы не будем сейчас спрашивать, да, потому что это такая вот ваше личное, личное дело вашей организации. А теперь лично про вас, и уже будем спрашивать. То есть, и можно писать в чат, потому что то, что еще приводит к упадку сил, это потеря осмысленности. Когда вы шли на одну, а делаете, на самом деле, не то, ради чего шли, вот мы много говорили, что мы для волонтеров делаем все, чтобы они реализовывали ровно тот смысл, который хотели. Да, мы все обустраиваем, все организуем, лишь бы они вот делали то, на что подписались. Насколько вы сами делаете то, на что изначально подписались. Поставьте, пожалуйста, в чатик циферку единицы, вообще делаю что-то совсем не то, чего хотела изначально. Десятка, да, я делаю ровно то, на что пришел, вот, и никакого расхождения нет. Насколько? От одного до десяти. А если в процессе поменялось? Сейчас. По согласию. Сейчас. Сейчас, насколько вы ощущаете, нет, если у вас поменялось, да, если в какой-то момент у вас внутри применялось, то вы сейчас уже на другое, грубо говоря, пришли, да, насколько расходится то, что вам, вас движет, с тем, что вы делаете. Ваш внутренний мотив, ваши внешние действия, насколько у них расхождение или совпадение. Да, я думаю, что чем выше должность в организации, чем больше цифр. А что значит получается то, что вы хотели? Хотели, подразумевали? Насколько у вас результат есть? Насколько то, что вы делаете, получается? Тогда это вообще не то же самое, простите, пожалуйста. Это не то же самое, это второй вопрос. Это второй, Анна, это второй вопрос. Это был первый вопрос, насколько совпадает внутреннее ожидание с реальными действиями, а теперь насколько ваше реальное действие приносит тот результат, ради которых вы их делаете. А, получается то, что вы хотели, это тоже, может быть, в смысле получается то, что вы ожидали. Ну, а, хорошо. Да, да. Насколько вы чувствуете, что результативно, что у вас получается, что вот вы это делаете, и у вас получается. Вроде как получается, но могу же лучше, да. А значит, если всегда кажется, что могу быть лучше, есть некоторая, да, внутренняя неудовлетворенность, есть некоторый зазор, есть вот это вот сделала, но нету вот этого, ух, а это пушки. Ну, да, когда у тебя там две десяточки, это понятно, что можно много дней на неделю потратить. Это очень приятное чувство, когда вы делаете то, что хотите, и у вас это получается. Ну, тоже. Это дает много энергии. Главное, тогда уже отслеживать переутомление. Спасибо. Спасибо. Наша деятельность хороша тем, что ее всегда можно обесценить. Запросто. Фигней занимаетесь. Место что делать. Ну, что-то. Лично ваш труд, кто может обесценить? Сталкиваюсь с таким. Есть ли такая возможность? Вообще или только в организации? Это вот муж первый. Сейчас тебе скажу. Вот Елисавета пишет, да, что один из координаторов имеет власть, может обесценить. Игнорирование, конечно, это тоже обесценно. Игнорирование, конечно, это и есть обесценность. Ну, как-то. Это не важно. Ну, то, что делаете, это не важно. Я говорю о восхвалении кого-то другого. Был у кого-то опыт, когда подопечные обесценивали? А я знаю даже, у кого был опыт, подопечные обесценивали волонтеров. Я слышала. Ничего себе. Ну, что вы тут пришли? А можно я словами скажу? Да, да, да. Да, да, конечно. Инна, да. Да, мы вас слушаем. Да, да, у меня просто со связью тут проблемы. Я сейчас вспомнила, на самом деле, была такая забавная ситуация. У нас в пансионате один мужчина не приходил на мероприятие. И не приходил, а не приходил. Мы уже его и звали, и звали. Не приходил. Потом, значит, и просто не хочу, и все. А потом мне сказала культоработник, что у него такая теория, что, значит, вы ходите от организации, значит, вы не настоящие волонтеры. Настоящие – это только те, кто вот один сам по себе приходит от души. Вот. А вы не от души. А мы, да, мы, нас, значит, кто-то организовал, кто-то, ну, не знаю, вот такая вот у него была логика странная. И он вам в течение достаточно большого времени, вам и вашим волонтерам демонстрировал, что он не пойдет. Ну, значит, вы что-то не то делаете. Он действительно демонстрировал. Он приходил, уходил там, и садился, и на все наши приглашения, вернее, все наши приглашения игнорировал. Да, и вот это чисто воды обесценивание. Да, так что я неправильно сталкивалась, сталкивалась. Да, да. Галя и Наташа. Ну, у нас часто такое бывает со стороны подопечных, непостоянных, а которые вот приходят периодически, им нужна помощь вот здесь и сейчас. Если по какой-то причине там, я не могу найти волонтера очень быстро. Ну, такой, ну, вы же организация, вот вы говорите, что вы помогаете, да ничего вы не помогаете. И вот такое слышишь, ну, наверное, каждую неделю прямо несколько раз вот такой вот упрек, да вы все придумываете. Причем нужно вот прямо здесь и сейчас в течение часа оказать... Ровно то, что ему надо, ничего другого. Да, да, да. И как бы все понимаешь, а все равно тяжело слышать. Да, иногда бывает, ну, это очень редко, но было несколько ситуаций, когда волонтеры просят там, ну, тоже за какого-то человека и, ну, или не специфическая для нас помощь. И тоже получается, что мы не можем помочь. Ну, и вот такое вот здесь больше не упрек, но какое-то такое разочарование получаешь от волонтера, что вот я-то думала, что вот мы команда, и мы поможем, а вот эта помощь... Все равно ощущение такого какого-то, да, вот что... А в чем тогда наши ценности, если мы вот это сделать не можем? Да, да, какое-то даже... Особенно вот только в начале, когда в координаторство прям какое-то такое разочарование в себе, да, что вот... Могу ли я делать что-то, если я не могу сделать все? Да, да, да. Кстати, это очень сильно. Спасибо, Галь, да. Могу ли я, имею ли я право делать что-то, если я точно не могу сделать все? Могу ли я там помогать, если я не могу вылечь? Ну, дальше это раскручено. Вообще, это очень сильно пошло. Да, спасибо. Можно мне вот еще буквально минутку? Никто не сказал, но есть еще обесценивание со стороны родных, родственников, когда люди не понимают вообще, чем ты занимаешься, и начинают по часам строить какие-то безумные идеи, что вы там квартиры забираете у людей, иначе зачем вообще эта организация? И это тоже такое очень большое обесценивание, когда человек не понимает и начинает какие-то придумывать идеи, что почему вы этим занимаетесь. Иногда самые близкие. Иногда родители. Родители. Да. Иногда супруги. Есть такие случаи. И вот это вот, как люди вот это вот выносят, даже трудно себе представить, когда это постоянно, да, и вот в самой личной жизни тебе транслируется, что он ничего. Это понятно, но это глупость, то, чем ты занимаешься. Иногда, кстати... Простите. Да, уже все-таки давай пойдем дальше. Иногда... Хорошо, давай. Давай. Я просто сейчас подумала, очень часто, ну вот я слушаю об опыте других координаторов, что они там делают какие-то крутые вещи, там что-то организуют, я сравниваю с собой, и начинается об обесценивание своего труда самим собой, наверное. Это первый... Да, всех назвали, кроме самого главного обесценивателя. Вот самый главный обесцениватель, кто может сказать, что это все фигня, ты делаешь недостаточно, ты делаешь неправильно, ты делаешь не то, и это не нужно. И другие делают более осмысленные вещи, это, конечно, мы сами. Внутренний обесцениватель, он работает механизмом отлаженном, да. И с ним, кстати, сложнее всего договориться, от него труднее всего защититься, ему труднее всего доказать, что ты вообще имеешь право делать то, что ты делаешь. А теперь у меня к вам вопрос про ваш личный смысл, то, что можно противопоставить, обесцениванию, самообесцениванию. Лично вы, мы это формулируем, что вы делаете, когда делаете то, что вы делаете. Что, как вы видите, что вы меняете в мире, ради чего вы это делаете, что происходит, как это можно пощупать. Если вы это меняете в себе, вы тоже это меняете в мире, в этом смысле это надежно. Давайте сначала тем, кто делает мероприятия, делают события. Что вы делаете в мире, что меняете, когда вы делаете события, как выглядит ваш смысл, ради чего вы делаете эти события и мероприятия. события в каком-то масштабном формате или неважно? Нет, любое, любое. Просто, ну, да, можно, как бы, у нас такое предварительное деление на встречи, события и помощь. Встречи – это вот просто, да, без, без какого-то, когда акцент не на содержании, на общении, помощь – это когда акцент на выполнение запроса, и события – это когда акцент на содержание. Восстановление справедливости. Елена, восстановление справедливости. Спасибо большое. Ольга, смысл для вас, смысл радости? Вот люди радуются, это зачем? Это для вас зачем? Это какого-то… Да, Елизавета. Я тоже радуюсь. А в чем ценность радости? Я не знаю, состояние души, оно хорошее, оно, ну, это, ну, не знаю, это такое… Можно добавить по этому поводу? Да, да. Однажды мне задавали уже такой вопрос, а что вам-то от того, что другие радуются? Да. Я просто впала в растерянность, и это было на телевидении, не знала, не знала, ну, как бы перебрала все варианты, а потом дошла до того, что радость разделить на самом деле с другим проще всего. Это самое доступное и приятное, что можно разделить, и здорово, что как бы ты кому-то приносишь радость и в то же время радуешься сам вместе с ним, потому что мы привыкли, что мы делим горе, печаль, всякие сложности, вот, а тут радость, и как ее не разделить, как не воспользоваться этой возможностью, почему мы задаем вопрос, а что вам-то от этого? да нам от этого все, тоже радость. Ресурс наполняется внутренне от радости, силы появляются, энергия. Это как Юля сказала, в этот момент жизнь становится лучше, да? Да. И второй момент, что силы появляются. Да, жизнь становится полнее, полнее ярче. Вопрос лично к каждому. Что для вас будет значить, если кто-то вложил достаточно много усилий, постарался, подготовился, чтобы вы порадовались? Вот где-то незнакомый вам человек постарался, подготовился, не ради денег, а просто чтобы вас порадовались. Что лично для вас это значит? Ну, лично для меня это показывает мою личную ценность. Спасибо. Принятие, да, что я кому-то нужна. Я нужна, да, я ценна. Ну, я не знаю, как по поводу незнакомого, я про себя могу сказать, что я это делаю для себя, для того, чтобы себя поддержать, о себе позаботиться. И если вот не брать сейчас вот последний вопрос, да, а высказать по предыдущему, меня удивила очень формулировка, которую мы услышали на первой встрече, что волонтеры это тоже подопечные, и теперь я понимаю, что и организаторы это тоже подопечные. И на самом деле это объяснило, ну, вот мне нашу структуру, потому что я в своей программе являюсь и подопечным, и волонтером, и организатором. и все, что я делаю, я, ну, и для себя делаю в первую очередь, получается. То есть я думала, что я для них делаю. Вы преодолеваете ограничения, как бы вместе со всеми? Вы делаете так, чтобы вы и остальные преодолевали ограничения? Или чтобы жизнь становилась больше? Или чтобы быть подцами, вот у вас в чем суть, что вы даете? Ваши ситуации с вашими спектаклями? Ну, мы не только спектакли делаем, спектакли, это даже не спектакли совсем, это мероприятие, да, и это встреча для того, чтобы поддержать друг друга и дать друг другу больше сил. И вы, когда готовите, у вас тоже силы, видимо, то есть это место, где силы приходят? Да, место силы. Место силы. Понятно, спасибо. Елена, да, тоже можно потом дальше копать, почему вам важно, чтобы менялось отношение в обществе к людям с особенностями здоровья. про встречу. Если вы не организуете мероприятие, если у вас встреча, да, просто общение, в чем, как я тут сформулировала про наше общение в ПНИ, в ДДИ, пикник на обочине жизни, в чем лично для вас в этом смысл? Вы видите, что вы делаете, когда вы это организуете, что в мире меняется, что в него приносится в мире к вам, в вас? Да, можно я скажу? Ну вот, я для себя это как раз определила нашему подшефтному Шереметьевскому реабилитационному центру, что для меня это, эти мероприятия наши, наши поездки, они привносят справедливость вообще такую, как сказать, в жизнь, вообще, в мир, потому что эти люди, к которым мы приезжали, они на самом деле много всего как бы и не очень хорошего в жизни делали, и они ничего от этой жизни вообще хорошего уже не ждали, и тут появляются, появляется команда волонтеров, которая искренне, мне кажется, они даже поверить в это долгое время не могли, что искренне, не просто формально, а вот прям хотят что-то хорошее сделать, о чем-то рассказать, поговорить, и вот эти люди, они постепенно стали оттаивать, и вот я говорю, последняя наша поездка, прощальная, когда их уже распределили под другим пансионатом, ну реально слез были на глазах у некоторых, и мне кажется, вот это вот, для меня это какая-то справедливость вот в этом есть, что они получили, может быть, то, чего они вообще не ожидали даже. Удивительно, вы сегодня вот еще Елена перед этим написала про восстановление справедливости, никогда я не думала с этой стороны, но это как-то так в точку, мы восстанавливаем нарушенную, с этими людьми жизнь обошлась несправедлива. Насколько мы можем, мы восстанавливаем справедливость, мы как-то, мы под ее знаменами, да, мы вот ее от этого. Наверное, я, когда пошла волонтером в детскую больницу, я хотела восстановить справедливость, потому что, когда я лежала ребенком, ко мне никто не приходил, и меня никто не посещал, я была не нужна, я хотела восстановиться в справедливости, доказать, что дети – это дети, и они достойны того, чтобы к ним приходили. Да, спасибо, я прям возьму свой списочек предельных смыслов про справедливость, это как-то очень… Да, Татьяна включала микрофон. Да, я включала, но, наверное, какое-то дополнение, просто, мне кажется, в какой-то точке становится чуть теплее и чуть больше любви, да, и мне кажется, это какая-то такая взаимная история, и просто я вот в рамках своей работы в субботу ездила вместе с волонтёрами, которые посещают Павловск, да, как они вообще живут, как у них проходит их волонтёрство. И на самом деле это такое большое удовольствие смотреть, как волонтёры, они прям вот, ну, они кайфуют от того, что они там находятся, как они там сами дурачатся, там с детьми, катаются на качелях, друг друга катают, дурачатся, смеются, придумывают что-то. Волонтёры друг над другом тоже, ну, то есть это вот действительно какое-то такое сообщество, и, ну, действительно, вот ты смотришь на них, там дети их обнимают, и кто уже знает, с каким подопечным, куда пойти погулять, с кем поиграть. Мне кажется, это правда круто, вот становится место, где становится чуть больше любви, больше тепла, и больше вот какой-то такой вот человечности, да, что вот в этих казённых учреждениях вдруг вот такой наплыв вот этих вот обнимашек, горящих глаз, и, конечно, это очень ценно. И серых питерских будних волонтёров тоже. Да, мы не приносим что-то, что у нас куча, а у них нету. Мы приоткрываем, что мы делаем? Мы приоткрываем дверку, и заходит вот эта любовь и жизнь. Вот в это место, в это время какое-то одно из самых понятных. Понятно здесь. В это место, в это время приходит вот эта вот жизнь, где можно просто любить просто потому что, а не из-за чего-то, как сказал ребёнок в нейрохирургии, когда Андрей спросил, почему ты Лиду любишь? Потому что. И просто так. Когда это вот вдруг можно. То же не за деньги, то же не профессионально, потому что не по родственному долгу, а просто потому, что захотелось. Вот мы приоткрываем эту дверку, и эта вот радость и любовь, она приходит. Когда мы помогаем, мы помощь, адресная помощь, когда мы выполняем какой-то запрос, к нам обращаются за конкретный, каким-то, за какой-то конкретный, понятный. Мне кажется, вот это вот понятное дело, а не посещение интернатов. А вот, Лена, вы прям видите, как само собой понятно. Адресная помощь, выполнение запросов. Что вы делаете, когда вы так помогаете? Что вы делаете в мире? В чем смысл? То есть понятно, что это тоже можно обесценить, но, например, правда, сколько, если вы будете выполнять все просьбы бездомного или заключенного, никакого особого смысла в жизни не прибавится. В чем смысл, когда вы выполняете конкретные просьбы, выполняете конкретные запросы, что-то привозите, что-то доставляете? Мне кажется, это какое-то приведение мира в равновесие. То есть это человек, то есть ты действительно, когда ты выполняешь все вещи, ты с одной стороны даешь то, что ты можешь дать, при этом не отдавая, как не отдавая больше, но понимая, что это то, что ты можешь дать, и ты можешь дать вот это ощущение, действительно, я тебя вижу. Это, мне кажется, одно из важных ощущений, которые дают такие адресные помощи. То есть тогда получается, что ты даешь не только, что можешь дать, но и то, что нужно. Да, и от этого ощущения такого удовлетворения, то есть не просто, ну, лишь бы, да, а вот ты понимаешь, что есть конкретная потребность, и она, и ты помог ее удовлетворить, и это очень ценная история, то есть ты сделал правильную какую-то штуку. Оно очевидно нужное, потому что тебя об этом конкретно попросили. Да. Ты сделал правильную, очевидно нужную вещь, очевидно, как бы вот, конкретную. Слушайте, а есть там нотка уважения, когда мы выполняем, ну, как-то не приходим. Да, трудная задача, это зажигается сделать, трудно сделать то, что государство не может. Вот нотка уважения, когда мы выполняем именно просьбу человека, как бы даже материальную. Ну, как-то. Я могу сказать, да, про наш, ну, про наш подход. У нас это один из, ну, как это, это одна из базовых ценностей, что мы даем нашим подопечным уважение, то есть помощь не сверху, а помощь на равных. Вот. чтобы человек не чувствовал себя, ну, как бы именно получающим, а именно вот этот элемент партнерства, что ли. Вот. И это дорогая история. Не у всех это получается, кстати говоря. Это вообще очень трудно. Помогать и быть при этом на равных, это же очень, ну, как бы, оно как-то у нас заложено, мы тоже долгое время разбирались, да, волонтер как бы немножечко всегда сверху, да, он как бы помогающий, а подопечный как бы опекаемый. Вот. Да, и у меня была такая, ну, личная, наверное, история, когда уже после опыта взаимодействия с людьми с особенностями, с маломобильными, я оказалась в маршрутке с парой ребят из ДЦП, и там им было сложно справиться с, достать деньги из кошелька. И я поняла, что у меня стоит тормоз, я не могу предложить им помощь, потому что, ну, люди взрослые, самостоятельные, они как-то планировали свою поездку, и, ну, наверное, они хотят это сделать сами. И когда вдруг соседка по маршрутке стала протянуть, давайте, помогу, мне стало так стыдно, и я, как бы, это была хорошая тема для разговора потом с сыном, потому что он ожидал, что я сейчас, ну, узнав, что я волонтер, что я сейчас рвану, там, буду помогать, там, добрать на себе земляшку, давайте, давайте, сейчас я вот здесь, и вдруг я сижу и молчу, да, я не помогаю этим людям, потому что действительно, это вот то, что вы, Элита, спасибо, что вы это как-то так вот, ну, акцентировали, помощь там, где нужна помощь. где просят, да, там, где запрос есть, вот, и это, потому что нужна, это тоже можем мы решать, да, 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 вот точно, это, там, там, где просят о чем-то, и ты можешь это помочь, да, и вот здесь действительно ощущение, ну, не знаю, классности, вот именно, правильности, что ты вот ответил на тот, на запрос, и все. Да, и от тебя как бы не убыло, и задача закрыта. Вот, мне кажется, это очень ценность. Ну, это не так много категории людей, которые не могут попросить, а есть. Да, может быть, действительно, и даже человек, обращающийся с конкретным запросом, он уже претендует на партнерские отношения. Я сейчас подумала, что очень много в том, что в волонтерстве вообще очень многое, то, что мы делаем, мы делаем, чтобы избежать своих неудобных чувств рядом со чужим страданием. Юля, мне вот очень откликается, у меня тоже есть, я тоже себя торможу. А если уж очень хочется помочь, естественно, спрашиваю, простите, пожалуйста, а можно ли вам помочь? Это для меня. Вот, я вижу, что вам плохо, говоря, мне это тяжело видеть, лично мне. Это тяжело, и я помогаю, чтобы избавиться от своего, чувства беспомощности рядом с вами. А вот можно ли оно вам? Это еще. Ну вот, я говорю, у меня вот это чувство, я вдруг поняла, что это часть, ну как бы, у меня этого никогда не было. Я как раз из тех, кто рванет, там порвется, тельняшка, все. И вот этот вот ограничитель у меня появился, когда я стала работать ближе и в волонтерских проектах, то есть я стала, ну какая-то рефлексия дополнительная появилась. Мне кажется, что для меня это тоже дополнительная ценность в работе, потому что я стала видеть те вещи, которые обычно не замечала. И это тоже некоторый смысл. Мы вообще лучше становимся, лучше видеть людей, их границы, вообще их как-то суверенность. Спасибо большое, Юль. Алена, что вы хотите добавить? Да, я, вы знаете, как раз последние три недели думаю на эту тему и рада, что мы ее затронули, потому что могу сказать по себе, есть такие состояния, когда ты нуждаешься в помощи и не можешь ее попросить, даже у близких людей. И тогда, наверное, все-таки следующий этап, это когда ты не просто оцениваешь, нужна этому человеку помощь или нет. Ну то есть первое, это когда ты бежишь помогать, второй уровень, это когда ты останавливаешься и думаешь, а третий, это когда ты готов спросить, нужна помощь или не нужна, потому что иногда только на это ты сможешь среагировать. Но при этом спросить так, чтобы ты действительно спрашивала именно то, что спрашиваешь. Да можно просто спросить, помощь нужна, и все, без всяких каких-то сложных оборотов. Ну да, вот я думаю, что даже вот именно вот это, вот просто помощь нужна, чтобы было понятно, что можно ответить да и нет. Да. Вот такая вот. Даже если ты не можешь говорить физически, ты всегда можешь моргнуть или там. Кстати, вот очень прям, брат, великолепно, просто помощь нужна. Вот. Потому что, чтобы человек тоже не чувствовал себя там виноватым, если он откажется, или, ну в общем как, просто. Да-да, нужна-нужна, не нужна-не нужна. И я готов. А ты думай, нужно ли тебе. Какой прямо важный для меня разговор. Звоночки и ресурсы. Звоночки и ресурсы. Все мы хотели сказать, что чувство усталости, потери смысла, некоторой скуки, некоторой тяжести от работы, когда вам приходится себя на нее тащить, может быть связано с очень простой вещью. Может возникнуть такая ситуация, что ваш путь в этой организации, ваш путь совместно с этим делом, он может закончиться. И это не конец света, это конец дела. И такое возможно. Да, я это скажу и потом там. Вот. Как вы сейчас, если я напишу, пожалуйста, в чат, как вы для себя ощущаете, вы когда-нибудь прекратите заниматься тем, что сейчас занимаетесь? Смените это на другую деятельность? Ну или, ну да, на другую деятельность? Есть ли конец у этой вашей, у этого вашего тела? Или оно бесконечно? Лиза, очень интересный вопрос. Задумалась о нем на нашем курсе, буквально на первом занятии, когда услышала такую фразу, что волонтерство конечно. лично. Даже сегодня с коллегами поделилась вот этими мыслями, они говорят, как-то грустно звучит. Ну, я объяснила, да, что здорово, когда человек знает, когда он уходит не просто в тихушку, да, там, закрыл дверь, а говорит об этом, мы остаёмся друзьями. И вот в тот момент, на первом или втором занятии, подумала, интересно, а вот моя работа, она же тоже может быть конечна. Потому что, когда устраивалась на работу, я даже не думала о конечности. Ну, пока вот просто... как кажется, может она когда-то кончиться, Галь, или не может? Да, да, я понимаю, что может наступить другой период жизни. Я пока не знаю, что может сподвигнуть, но я не исключаю этого. Вот ушло вот это вот ощущение, что ну всё это теперь навсегда. Потому что, когда я стала волонтёром, я не думала, что это будет конечная история. И мне, как координатору, вот я понимаю, что многие волонтёры тоже приходят, и вот с этим чувством, что ну всё, теперь я волонтёр. А многие не приходят. Не приходят волонтёры, именно потому, что не готовы прийти на всю жизнь. Да. Да, потому что волонтёры, это если я приду волонтёром, я на всю жизнь останусь. Да, это всё. И поэтому не приходят. Поэтому мы и просим координаторов всё время транслировать, что путь волонтёра конечный. Ну вот, да, это хорошо, когда вот деятельность привязана к временному отриску. Студенчество кончается, кончается деятельность. Вот. А когда ты организатор или руководитель, это очень сложный вопрос, да? Вот ты, это. Мне кажется, что я бы, я могу как бы представить себе, что я поменяла свою деятельность, да, но я очень хорошо понимаю, что я всё равно продолжу заниматься в каком-то качестве волонтёрской работой. Я пойду сама волонтёром в любую, ну, как мне тоже созвучную мне организацию, потому что мне кажется, что это, ну, часть, часть, уже часть ДНК, и просто это то, что будешь делать, но просто придя более, с каким-то опытом, ты будешь это делать более осознанно, что ли, да, вот, с каким-то другим кайфом. Так вот, я сейчас иногда работаю в проектах, которые, из которых уже как бы ушла и выросла, и всё, но я прихожу туда как волонтёр, ну, как бы, волонтёр-образователь, да, преподаватель, и у меня в абсолютный кайф это, потому что я уже, как бы, это из той стереи, когда я не хочу брать за это деньги, но уровень достаточно классный, чтобы чувствовать себя свободным. Вот мне кажется, что, если я сменю род деятельности, то я обязательно себе оставлю такую волонтёрскую опцию, чтобы получать, правда, получать кайф. вот здесь моя мотивация будет, наверное, вот именно получать удовольствие от того, что делаешь. Я когда смотрю на объявления про серебряных волонтёров, там некоторые, там, 55+, то есть совсем близко уже ко мне, думаю, вот ещё через некоторое время я уйду из Даниловца, пойду в серебряные волонтёры. Ой, там вообще не присядешь, Лида, там вообще не присесть. Это зависит от организации, а потом бедные координаторы получить, Юля, получить таких волонтёров, как мы с вами, я не могу. Соглашусь, соглашусь, это в кайф. Ну, 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 я уже дошла на серебряных, пора идти устраивать. Да, у вас уже есть куда, мне надо догнать. Спасибо. Да, да, вот тянет, тянет к волонтёжу, Оксана, да, вот, что-то вот, даже что-то мы, наверное, потеряли, когда стали координаторами и организаторами. Мы же потеряли. Конечно, потеряли. Ресурсы и звоночки, звоночки и ресурсы. Дорогие друзья, так как это всё-таки тема близкая к угоранию, то у нас вопрос такой, тоже на ваше, мы сегодня всё время пытаемся отдать вас в ваши руки. Скажите, пожалуйста, как вы понимаете по себе, какие у вас есть признаки понять, что вы немножечко перегорели, что надо как-то остановиться и посмотреть на то, что происходит с собой, что надо, может быть, где-то что-то поменять. В общем, что надо, что пора позаботиться о себе. Какие у вас есть конкретные признаки понять, что пора позаботиться о себе? Евгений. Когда, ну, во-первых, всё и все начинают бесить, когда не хочу видеть никого и какие-то скопления людей начинают пугать, и когда любое там сообщение, звонок, в котором заложены какие-то ожидания от меня или со стороны руководства, или со стороны подопечных, или со стороны других координаторов, вызывают очень такую жёсткую реакцию отторжения, что хочется телефон в окно выбросить. Я понимаю, так, всё, Евгений устал, пора, боеньки, всё, надо выспаться, отдохнуть, там два дня никого не видеть, ну, и в себя прийти, а дальше уже, в общем-то, всё нормально. Как особенно откликается вот это вот, вот любой звонок, когда ты думаешь, что тебя чего-то захотят ещё. Да-да, вот это, что вы от меня ещё хотите, я помню, всё так, это значит, я устал. Проснулся утром, уже устала. Никого не хочется видеть. Начинаю забывать очень-очень какое-то... У меня на самом деле появился вопрос. Я не знаю, можно ли сейчас его задать, но попробую, если он не в тему, то ладно. Я подумала о том, где вообще можно взять вот эту поддержку координатору, организатору социального волонтёрства, именно от чего, от кого, какую роль здесь играет вдохновение, может быть. Вот. То есть, как вот, от чего её можно получить всё-таки. Нет, я понимаю, что, конечно, вдохновляют волонтёры, вдохновляют и подопечные, и вдохновляет какой-то свой профессиональный рост. Но вот помимо этого всего тоже, где вот можно получить какую-то вот поддержку по отношению к себе? Из какого источника? Я не знаю. Ну, наверное, ответ кроется ещё где-то глубоко в себе, но, может быть, есть тоже какие-то мысли по этому поводу. Здесь зависит от того, как устроена, конечно, организация, потому что вот у нас так устроено, интересно, что у нас есть, да, координаторы заботятся о волонтёрах, супервизоры, супервизоры заботятся о координаторах, я как руководитель супервизорской службы могу позаботиться о супервизорах, и обо мне сверху, ну, по большому счёту, никто не может позаботиться, потому что я как бы, ну, наверху пирамиды похожусь, и поэтому единственная возможность, что когда я что-то провожу для координаторов, или мы что-то делаем вместе с супервизорами, я могу там получать какую-то поддержку, а так получается, что я должен её как бы уже на стороне искать, да, искать то, что меня наполняет, потому что, к сожалению, вот на месте работы я сверху. Оксана, над вами же кто-то есть выше. Есть. Вот в первую очередь надо пойти к ним. К ним. Я поняла. Хочу сказать, что в первую очередь надо научиться поддерживать себя. Это самое непростое. Это самое сложное. Это самое сложное. Нет, ребят, с одной стороны это самое непростое, с другой стороны это самое простое. Я вам говорю, как мама, которая заботится о ребёнке, которому 17 лет. Да, и это начиналось с того, что я искала какую-то поддержку для себя, и для меня это было просто, даже подойти, посмотреть в окно, это уже для меня было поддержкой, да, потому что я мало что не могла никуда выйти, ни одна, ни с ребёнком, никак. Вот, и тогда ты начинаешь прямо серьёзно об этом заботиться, перед тем, как впасть вообще в какое-то состояние, с которого уже скоро помощь вытаскивает, да, но это я утрирую, конечно, и когда ты уже не можешь там кричать помогите, лучше начать вот эти вот не звоночки, а именно какие-то очень важные вещи для себя выписывать и делать это регулярно, на каждодневном уровне, искать каждый день, что тебя лично поддерживает. Вот, Алёна, замечательно, у нас остались две минуты и, собственно, последний вопрос. Оксана, если что, можно будет чуть-чуть ещё задержаться и обсудить. И последний вопрос. Ресурсы. Напишите, пожалуйста, в чат. Алёна, первая. Это список, что лично вас может поддержать. Вот вы эти звоночки услышали, что вас уже все начинают расстражать, вы уже начинаете к людям всё время претензии предъявлять, вы проснулись утром уже усталые. Лично вас что может поддержать ваши ресурсы. Чат, пожалуйста. Пожалуйста, не забывайте. В общем, позвольте ещё разочек передать вас в ваши руки. У вас есть свои особенности, у вас есть свои сильные стороны, свои ограничения, где вас надо беречь, свои границы, как с вами нельзя, свои звоночки, когда вы переходите, свои ресурсы, которые вы можете себе взять. Свои смыслы, которые вы реализуете, пожалуйста, держите себя в руках и держите себя у сердца. Да, передавайте себя Богу, если хотите, но вот не бросайте себе. Такая личная просьба. субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,